Всем привет! Это новый проект СМАПС про историю международного образования. Говорим о странах, событиях, людях, изменивших тенденции в образовании и повлиявших на его глобализацию и развитие. В далеком 1926 году, а именно 3 мая, свои двери для студентов открыла школа-интернат Монтана в Швейцарии. Сначала там было всего 6 студентов, но так как идея Макса Гусмана и ее создателя предполагали самые светлые цели, проект набрал обороты и популярность очень быстро. Гусман был тем человеком, который мечтал, чтобы в мире было меньше войн, чтобы люди уважали друг друга независимо от их культурного прошлого и происхождения. А вы можете представить, какие в те времена были отношения к людям другой национальности? Это человек, который не просто желал воспитать в детях толерантность, а который смог это сделать с помощью своего учебного заведения. По его мнению, если бы дети разных национальностей ходили в одну школу, они бы научились друг друга ценить, независимо от того, откуда они и какая страна является их родной, что помогло бы им также мыслить ясно и применять свой ясный ум во взрослой жизни на благо мира. Макс Гусман четко представлял себе будущую школу. Она обязательно должна была быть на природе, где свежий воздух и прекрасный вид. Такая школа должна была стать для учеников неким святилищем и местом для вдохновления. Сам же Макс следовал идеям швейцарского педагога Иоганна Пестолотце, который в каждом ученике видел цельную личность и индивидуальность. Используя в своей работе идеи Пестолотце, Макс был нацелен на то, чтобы использовать в своей школе только лучшие современные технологии и методы обучения. Его целью было создание заботливого сообщества, места, где ребенок будет чувствовать себя в безопасности, будет чувствовать себя любимым и расти в гармонии с собой и окружающими. Когда на продажу поставили отель Шонфельс и всю его территорию, Гусман как раз собрал средства на свой образовательный проект. Он был уверен, что климат Альп и лесные просторы помогут детям в психологическом росте, а близкое расположение к Цюриху будет удобно для семей. Таким образом, здание школы удобно и уютно расположилось в самом центре Швейцарии и буквально смотрит вниз с горы Цукинберг на оживленный город Цук. Несмотря на то, что кампус как бы уединен, до него в наше время очень легко добраться. Причем на фуникулере, что позволяет гостям и постояльцам полюбоваться лесом вокруг с высоты птичьего полета. И если повезет, увидеть лис и оленей. Школа была создана на трех основных принципах и опирается на них по сей день. Интернационализм, индивидуализм и интеграция. Если дети научатся понимать чужие культуры и традиции, то вскоре слепые предрассудки и расизм будут искоренены. Если применять в обучении индивидуальный подход и почитать, а не бронить различия, если выявлять сильные стороны студента, то дети вырастут уверенными в себе и сильными, а миру нужны всесторонне развитые люди. Ну и наконец, когда дети растут в благоприятном и мультикультурном обществе, то они способны быстрее остальных достичь взаимоуважения, гармонии, а также учиться состраданию, что тоже очень важно. Школа интонации существует и по сей день. Ее традиции, ценности и цели остались неизменными. Сегодняшний девиз школы Монтана в Цукинберге – «Мое место для роста». Все эти годы дети от 6 до 19 лет растут здесь не только физически, но и морально. Благоприятная атмосфера, расположение и персонал им в этом помогают. Этот кампус – не просто набор зданий, это целая семья, учащиеся, преподаватели, библиотекари, повара и другие сотрудники школы. Все, помимо основной своей работы, выполняют и другую, заключающуюся в помощи своим подопечным вырасти достойными, талантливыми и целеустремленными людьми. В школе обучается ежегодно около 300 человек, при этом в каждом классе не более 10. За время своего существования школа выпустила более 7 тысяч человек – от ученых до политиков, от художников до исследователей. Ее закончили такие выдающиеся люди, как Джон Керри, бывший государственный секретарь США, Джон Хайк, глава крупнейшего в мире производителя часов «Свотч Групп», Марк Форстер, кинорежиссер и сценарист, ставший известным по фильмам «Балмонстр», «Волшебная страна», «Война миров Z», «Персонаж», «Джеймс Бонд». Эти люди помогли сформировать дух школы, который делает ее чем-то большим, чем просто местом для обучения. Спустя столько лет педагоги все так же согласны с идеями пистолотцы. Образование должно питать эмоциональное, психологическое и физическое здоровье. И еще очень важный момент – сотрудники школы и ее учащиеся постоянно смотрят к будущему, и тем самым они готовы к постоянно меняющемуся миру. Здесь учат ясно мыслить, решать проблемы, применять свои знания и навыки на практике, развивать творческое начало, воспитывать любовь к искусству, понимание культуры и этики. Это заведение, которое не просто дает понимание предметов, это заведение, которое дает понимание жизни в целом. Школа расположена рядом с городом ЦУК не просто так. ЦУК располагается на берегу озера и на сегодняшний день является штаб-квартирой множества транснациональных компаний. Кандон ЦУК является экономической зоной, где стараются поддерживать предпринимателей и компаний на местном и глобальном уровне. Когда мы с вами заканчивали школы, мы часто задавались вопросом, почему мы так много учили и так мало знаем? Почему нам приходилось решать так много задач, которые по сути не требовали ответов? Потому что все они были из прошлого и не имели ничего общего с современными реалиями. В институте Монтана Цукинберг такими вопросами не задаются, потому что здесь давным-давно выбрали идеологию, где школа — это семья, где занимаются поистине важными вещами. Редактор субтитров А.Семкин